Салам ахшаман с хейр, до слар, здравствуйте, добрый вечер, друзья, hello, good evening, my friends. Друзья, сегодня я пришел на встречу с вами опять вечером. У нас сегодня национальные блюда азербайджанское. Друзья, приветствую вас всех из Баку, некоторые новые зрители, они не знают и спрашивают, из какого города, откуда вы вещаете. Вещаем мы, друзья, из столицы Азербайджана, города Баку, соус, друзья, это рагу из говядины с картошкой. У нас еще такие замечательные пончики-донатсы с сахарной пудрой и ванилью, а также пирожки с творогом, друзья, соленым творогом, ну и капуста маринованная. Такое, что я хочу показать кое-кому, это не вам, друзья, это вот кое-кому, вот на весь экран показываю. Вот, наверное, узнали себя, это конкретно одному лицу относятся, друзья, надеюсь, он себя узнал. Там опять гадости написали. Я специально не стер в моем последнем видео. Как ни странно и как ни обидно, друзья, гадости пишут в основном местные, мои соотечественники. Или, может быть, под их именем, кто-то другой, не знаю. В общем, написали как раз про этих осликов. Опять покажу. Первый раз, говорит, вижу АСМР-шника Мукбангера, который повесил на сцену трех ослов. Ну, хорошо, хоть не трех поросят написали. Трех ослов. Поэтому, говорит, вы непопулярны, поэтому зарубежные АСМР-шники Мукбангеры намного популярны, чем вы. Причем тут ослы и причем тут это. Ну, там вместо меня сразу же двое ответили. Я специально не стер сообщение, чтобы эта женщина, эта женщина, прочитала то, что там написано. Ну, и сам тоже в культурной форме ответил. Скорее всего, она не смотрела мои предыдущие ролики. Просто зашла там, посмотрела. Не здрасте тебе, не до свидания. И сразу вот гадости написала и ушла. Ой, друзья. Вот как раз-таки ослят я повесил именно в честь своих хейтеров. Чем больше вас будет, вот мне пишут мои зрители, чем больше хейтеров, тем больше просмотров и тем больше популярности. Ну, конечно, они портят людям настроение, да. Но им прекрасно ответили. Я специально не стер. Вот если захотите после просмотра видео, зайдите, посмотрите. Вот не в этом, а в предыдущем видео. Одно из последних. Правда, там на азербайджанском языке. Но гугль там, наверное, переводят там на русский или с той стороны, где вы смотрите. Почитайте, оцените. Так что вот так. Ну что, начнем. Вот эту еду соус приготовила мама. Я обожаю ее с тряпнем. Дома у нас не так вкусно готовят, если честно. А вот пирожки с творогом. Творог это соленый творог. Шор на азербайджанском. Я так и не нашел полного перевода, прямого. И вот это, вот это все приготовил я сам. Так что начинаем, друзья, не мешкаем. Хлебушка нарезал уже. Соус. Горячий-горячий. Не хочет идти. Ой. 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 Смотрите продолжение в следующей серии. Очень острые. Там череперец внутри. Да не домашний. Просто холодную воду пью. Жара не спадает. В конце видео есть о чем поговорить, друзья. Можно посплетничать. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Сколько людей, столько мнений, сколько зрителей, столько мнений. Некоторые пишут, что слишком много еды на стол кладешь. Клади два, максимум три. Вот положил. Сейчас начнут писать, что этого мало. Это неинтересно. Когда много раскладываю на другом столе, нижнем, кушаю большой стол кухонный, пишут, что все как-то неаккуратно. Глаза разбегаются. Нельзя сфокусироваться на чем-то конкретном. Не снимайте так далеко. Понимаете, я... Вот один стандартный ракурс, вот этот. Когда еды много, ну, более так отдаленно я снимаю, чтобы все поместилось. Понимаете, всегда по-разному и не каждый раз получается угодить. Турк один написал, что слишком много болтаешь. Ну, это мукбанг. Так, да, я согласен. Может быть, иногда слишком много болтаю. Поэтому буду стараться теперь уже в конце видео всегда побеседовать о проблемах или там о чем-то интересном. Так что те, которые любят также послушать меня, они будут смотреть до конца. А те, которые нет, я уже буду говорить, что вот здесь еда завершилась. Можете переключать на другой канал. А те, кто дальше хочет меня послушать о чем-то конкретном, что я хочу сказать, пускай смотрят до конца. Так что вот так. Так, теперь попробуем пирожок творожный, соленый. Очень нежное тесто. Хрустяще получился. вкусно. yeoc. без воды никак особенно летом продолжаем друзья те которые по взрослому повзрослей вот из моих зрителей ну как минимум моего возраста напишите пожалуйста какой ваш самый любимый советский фильм я хочу вот посмотреть я каждый день смотрю если честно каждый раз когда свободное время смотрю а так как чемпионат еще не начался то каждый день я иду по работе конечно но не так чтобы на весь день поэтому свободном времени пока пока много я смотрю каждый раз вот советские фильмы которые просто позитивом веет на любую тематику даже простой деревенской жизни много любимых и советских фильмов и сериалов и мультфильмов тоже один только раз горох два горох чего стоит да так что если у вас есть свой любимый фильм советский напишите я его тоже посмотрю на досуге а одно из моих последних видео получилось очень длинным больше получаса 38 минут по моему это в конце я много беседовал это тоже мне поставили в упрек в конце я попробую добавить в упрек друзья если среди моих зрителей есть те кто живет в латвии конкретно в риге напишите пожалуйста мне я кое-что хочу у вас спросить навести справки у меня на кухне моя студия находится тут и ледовая лампа большая как экран огромный подсветка микрофон фу жарко стало друзьям наелся сейчас я хочу выдуматься попробовать как жарко это невыносимо душно я отключил кондиционер чтобы не мешал нам когда это прохлада наступит наконец-то друзья прям не могу дождаться и и так начинаем я вот на блюдечке маленьком буду кушать потому что хочу не хочу чтобы это сахарная пудра вся еду попала вот посмотрите красота можно конечно с вареньем хрустящая получилась хрустящая кухня еще мне пишут что я медленно кушать мы же не не перегонки играем я не челлендж виду чтобы там с кем-то соревноваться холодная вода это просто райское наслаждение проверяя все время тестера еще немножко соус покушаем очень люблю это блюдо а 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 и а он он все друзья хотел было побеседовать ну во время видео там некоторые нюансы я вам уже сказал и итак сегодня видео было коротким более-менее сегодня я более-менее меньше говорил это второе третье сегодня так минимум количество блюд и четвертое сегодня нету осликов за мной на стене что не сделаешь ради своих любимых зрителей вот и все друзья спасибо за то что досмотрели до конца спасибо огромное за ваши комментарии друзья если серьезно мне они очень нравятся адекватные комментарии очень очень приятно их читать спасибо что вы есть здоровья вам друзья счастья желаю приятных вам времяпровождений будьте счастливы следите за моими видео пожалуйста ставьте лайки ну если заходите через телефон пишите пожалуйста комментарии буду их читать с удовольствием и отвечать на все люблю вас берегите себя друзья